Скажем, аспекты риска, каждого фактора роста, который влияет на тот или иной актив, конкретные точки, когда вы можете ни в какой цене приобрести, ни в какой цене продать, ни в какой, соответственно, срок. То есть это куда более, так скажем, надежная сфера инвестиций, именно товарно-сырьевой рынок, к примеру. А, ну то есть за этим, получается, еще надо будет смотреть. Нет, как раз таки вам и не нужно анализировать и погружаться во всю эту сферу. Здесь наша компания и занимается как раз таки тем, что изучает инвениттуру всего рынка и следит за тем, что происходит в мире, чтобы вы не дадите свое время на это. Как раз таки вам и не нужно следить там, следить за тем, как развивается, в принципе, ситуация в инвестициях и анализировать. Если вам это не будет интересно, значит, вам это не нужно будет и наблюдать за этим. Вот это занимается, как раз таки, наша компания. Понятно. А вот, к примеру, я же, допустим, даю какую-то сумму, ну там те же самые 154 рубля. Вот. Мне же надо знать, кому я конкретно их дал. Допустим, я даю их там Иванову, Ивану, Ивановичу. Вот. И говорю, ну вот это, я тебе их доверяю, попробуй их покрути. Вот. Раз-раз-раз, короче, раз-раз-раз, и хоп, это что-то все пропало. Я прихожу и говорю, слушай, Вань, это, Иван, а что случилось-то? Он такой, ну вот там туда-сюда, там просадка была там, вот. А, ну понятно. Ага. Вот. И я говорю, ну, значит, надо их как-то вернуть. И он там как-то возвращает. Вот. Это. А тут я кому даю? Мне нужен же конкретный человек, к которому я могу прийти и потом, если что, предъявить. Ну, нет, здесь немножко по-другому работает. А, нет, нет, подождите. Получается, я не могу никому предъявить. Так, нет, я вам вот сейчас и объясняю, как это все работает. Чтобы вам попасть на биржу инвестиционную, вам в любом случае нужна компания-брокер. Ну, у нас большое количество их партнеров-брокеров, как и российских, так и зарубежных. Ну, такие, как Открытие, БКС, возможно, слышали. Вот. И чтобы попасть на инвестиционную биржу, чтобы начать инвестировать, нужна компания-брокер. Вы открываете брокерский счет, на него кладете свои деньги, и там начинается торговля. То есть это вы не передаете на доверительное управление какому-либо лицу свои средства, а кладете на свой брокерский счет, к которому только вы имеете доступ. И после этого вы начинаете торговлю. В этом инвестиции и заключаются. То есть вы не даете на доверительное управление кому-либо деньги. Ну, я так не понял. Ну, а деньги пропали, и почему? У меня... С кого спрашивать-то? Не понял ваш вопрос. Ну, смотрите, деньги, допустим, пропали. Все, их больше нет. Вот. Это... Мне... С кого их спрашивать-то? Смотрите, деньги просто пропасть полностью не могут. А гарантии 100% в принципе в сфере инвестиций никто дать не может. То есть от такого никто на 100% не застрахован. Но чтобы такого не произошло, и чтобы вы таким, так скажем, в какие-то негативные моменты не попали, как раз таки здесь и занимается наш аналитический департамент теми рисками, которые вы можете, так скажем, извлечь из тех или иных инвестиций. Слушайте, вам просто надо компанию довести до того, чтобы вы давали 103% гарантии. И все, и к вам люди потянутся. Просто пока у вас... Гарантии? Ну, вы немножко неправильный пример привели. Тут война-то на самом деле ни при чем. Военная операция. Вот. Это во-первых. Во-вторых, это, наверное, как в Таиланде. Вот вроде ты как бы снял телку, да, приводишь ее в номер, хлобысь, а там болт. Ну, и ты понимаешь, что, блин, я не этого ждал. Ну, как будто это инвестиция. Вы идете, вкладываете там в проститутку деньги, приводите ее в номер и думаете, сейчас будет выхлоп нормальный. Снимаете все и понимаете, что там болт. Там член. Там не дырка. Не две дырки. Вот про что. Не захотел больше разговаривать. Я же говорю, что ты на меня, блин, тратишь время зря только. Елки-палки. Не надо мне звонить. Не надо. Продолжение следует...